Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Ирины Ковальчук. Сегодня мы снимаем видео обзор сыров. Это крафтовые сыры, эко-сыры, которые экологически чистые, которые очень полезны и они делаются вручную. Здесь у меня два представителя. Это торговый представитель, который называется Магур, и еще один Дериан Грей. Сегодня у меня здесь представлено 5 разновидностей этих сыров. И на самом деле их намного больше. И все эти разновидности вы можете увидеть на сайте, если зайдете и вам это интересно, то обязательно переходите по ссылке, которая будет в описании под этим видео. Здесь у меня нормандский классический. Это мягкий сыр с белой плесенью. Что-то наподобие камамбер, которое нам больше известно своим названием. Но это, опять же таки, крафтовое производство. Соответственно, здесь у них своя рецептура. Распространенный сыр Рикота, который я буду использовать сегодня в своем видео. Это будет первый рецепт, снятый с этими сырами. Маленькие шарики моцареллы в рассоле. Следующий экземпляр, который для меня очень интересен. Он имеет название сыр Франциск. И он идет мягкий, выдержанный, с зеленой и голубой плесенью. Очень мне интересно, какой он будет по вкусу. Но, опять же таки, его я оставлю, скорее всего, на закуску. И еще один, также не менее интересный. Достаточно такой, немаленький кусочек сыра. Это гуснянский он имеет название. И здесь идет в составе базилик и томат. Мне кажется, что очень насыщенный, яркий вкус. И мне очень интересно, какой он по вкусу. Думаю, что те, кто хотя бы один раз пробовали приготовить сыр в домашних условиях, знают, насколько это трудоемкий процесс. И он трудоемкий даже не в плане того, сколько уходит сырья на изготовление этого сыра, а и в плане того, сколько требуется вашей физической энергии и усилий для того, чтобы приготовить маленький кусочек сыра. Поэтому крафтовое производство – это, в первую очередь, очень большое трудовложение человеческое. И большое спасибо людям, которые занимаются этим производством. Если вы когда-то слышите такие маленькие производства, как вот я рассказываю, то обязательно попробуйте и поддержите производителя этих сыров. Сегодня будет представлен первый рецепт. И я хочу в этом рецепте использовать вот такой мягкий сыр рикотта. Он считается диетическим, так как изготовлен практически из обезжиренной сыворотки. И он безумно вкусный, легкий. И мне кажется, безумно подойдет еще к тому блюду, которое я решила воплотить в жизнь на своей кухне. Блюдо будет итальянской кухни, но делать я его, соответственно, буду на своей кухне, на свой лад, мотив и из тех продуктов, которые есть у меня. Так что, если вы заинтересованы, то обязательно попробуйте и представьте себе, что даже кусочек Италии можно воплотить на своей кухне у себя дома. Готовить я буду блюдо карамелье со шпинатом и рикоттой. И мне понадобится для теста мука, яйца и шпинат. Я использую замороженный, но можно использовать свежий. Тогда его нужно будет припустить на растопленном сливочном масле на сковородке. Если используете замороженный, то просто его хорошенечко отжать. Понадобится зубчик чесночка, понадобится сыр рикотта, который мы используем в нашего производителя Магур. И также понадобится немножечко свежей петрушки для того, чтобы заправить этот сыр. Если вы используете свежий шпинат и не хотите его класть в тесто, то, соответственно, можете его класть в нашу начинку. Можете его тогда добавлять в рикотту. Для соуса, и это блюдо подается вместе с соусом, мне понадобятся помидоры в собственном соку. Это домашние помидоры, которые я готовила летом. Делала заготовку у мамы и видео есть также на моем канале. Понадобится луковица, буквально несколько зубчиков чеснока и приправы итальянской кухни. Буду использовать свои любимые камис. И также понадобится сухое красное вино. Все, приступаем к приготовлению. Разогреваем сковородку. На сковородку я налила оливковое масло. Можете использовать любое масло, которое любите вы использовать для жарки. У меня оливковое. Нарезанный на мелкие кубики лук отправляю в масло. И начинаю его слегка обжаривать. Также сразу добавляю мелко поднарезанный чеснок. Его можно измельчить чеснокоданкой, либо же натереть на мелкую терку. Жарим лук до прозрачности. И если вы желаете, то можете добавить буквально чуть-чуточку сахара, для того, чтобы лук стал более сладким. Как только лук у нас уже немножечко прожарился и стал более прозрачным, отправляем к нему наши томаты в собственном соку. Если у вас томаты целые, то их нужно немножечко измельчить. Главное, чтобы они были без кожицы. И сразу к томатной и луковой смеси отправляем итальянские травы. Добавляйте их по вкусу, как любите вы. Все перемешиваем и немножечко прожариваем на сковородке, прогреваем. Как только мы видим, что помидорки у нас уже уварились до консистенции такой густой уже немножечко массы, то есть они где-то 1 третью часть влаги своей потеряли. Отправляем к ним сухое красное вино и еще разок упариваем эту жидкость до состояния соуса. И пока у нас здесь все готовится в сковородке, мы занимаемся начинкой и тестом для наших карамелье. Смешиваем в отдельной посудине измельченную петрушку, сыр рикотта и также измельченный чеснок. Все это смешиваем до пастообразного состояния. И если желаете, то можете все это немножечко посолить, для того, чтобы оно имело немножечко соленоватый вкус. Хотя начинка уже сама по себе достаточно вкусная и насыщенная. Просеиваем очень хорошо муку и здесь идет расчет на 100 грамм муки 1 яйцо, но с учетом того, что кладем шпинат замороженный, он дает свою влагу, соответственно яиц нужно класть меньше. Здесь я перебила в блендере шпинат вместе с яйцами, так будет мне удобней, если вы не кладете шпинат, соответственно вам это все делать не нужно. Просто замешивайте обычное тесто на яйцах, как на пасту. Все, начинаем все перемешивать и вымешиваем тесто до однородного состояния. Должно получиться хорошего, красивого, зеленого цвета. И обязательно добавьте немножко соли, для того, чтобы оно было слегка соленое. В итоге получается вот такой консистенции теста, которое не липнет к рукам, оно очень хорошо вымесилось и оно ярко-зеленого цвета. И мне такое тесто очень безумно нравится. Заворачиваю тесто в пленочку и оставляю его в сторонке и подготавливаю стол для лепки наших карамелей. Отдохнувшее тесто необходимо раскатать в пласт толщиной около 3 мм. И для этого необходимо присыпать мукой. Продолжение следует... Ножом для пиццы режу в более-менее ровный квадрат, который в итоге измельчаю на нужные мне кусочки. У меня будет он разделен на такие две полоски, которые я в свою очередь поделю еще на 3 части. Выкладываю в начинку приблизительно одну такую чайную ложечку начинки. Кладем сверху на квадрат. В сторонке я себе подготовила кисточку с водичкой, которую я слегка смазываю края для того, чтобы они лучше защипнулись. Прямо буквально капельку проходимся, потому что тесто мы все-таки присыпали сверху мукой. И с каждого этого квадратика мы делаем как бы подобие конфетки. Заворачиваем нашу начинку, защипываем края и слегка прокручиваем. Все, приблизительно вот так это сейчас выглядит. Поступаем так со всем нашим тестом. Налепку этих конфеток у меня ушло приблизительно 10 минут. И мне кажется, что это уже очень аппетитно выглядит. Сейчас я ставлю кастрюлю с большим количеством воды, подсаливаю ее и будем их отваривать в этой подсоленной воде. Подавать будем соусом, который сделали ранее. Показываю в разрезе, как получилось в итоге. Чтобы все это было аккуратненько. И вот видите, как оно проварено внутри. Ничего абсолютно не вылазит у нас из теста. Все проваривается буквально где-то минут 5 в кипящей воде. И я его подаю вот так вот в соусе. Сверху еще посыпаем твердым сыром. Лучше всего, естественно, пармезаном, но если его у вас нету, то любым твердым сыром. И тесто проваривается очень хорошо. Получается очень ароматное, очень насыщенное, яркое блюдо, которое с удовольствием везят даже дети. Этот вид пасты вы также можете приготовить впрок. Просто приготовьте эти конфетки, заморозьте их в морозилке и отваривайте только тогда, когда вам это будет нужно. Я читала о том, что итальянцы готовят это блюдо на праздник. И я скажу, что оно больше всего подходит к праздничному блюду. Получается в итоге очень тонкий, ароматный и безумно нежный, чесночный, слегка, совсем-совсем капельку слегка, чесночный вкус. И мне это безумно нравится. Мне очень нравится сыр по вкусу, который мы попробовали в итоге. Я с терпением буду ждать следующие рецепты, которые я смогу приготовить с тем сыром, который у меня остался в холодильнике. Еще 4 вида. Так что я осталась в восторге и я осталась довольна. И еще скажу о том, что это блюдо с удовольствием будут кушать дети, потому что он имеет привлекательный, яркий, насыщенный вкус. Еще скажу о том, что это блюдо с удовольствием будут кушать дети. По крайней мере, мой ребенок остался безумно доволен за счет того яркого цвета, который привлекает глаз. Ну и еще и насыщенного вкуса, который понравится не только взрослым, но и деткам. Я желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всю информацию по поводу продуктов и рецепта, который я использовала, вы можете найти в описании под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok